Приветствую вас, друзья! В сегодняшнем видео я расскажу о полезной штуковине, которая представляет собой селектор акустики и усилителей Duke Audio VU3. Что это за штуковина, зачем она нужна и что тут делают стрелочки, которые первостепенно привлекают внимание? Да, помимо функции селектора это устройство еще и визуализатор с аналоговыми стрелочками. Выглядит красиво и будет интересно как минимум тем, кто всегда мечтал о магии стрелочек, но так и не накопил на Macintosh, AcuFace, Laxman или дорогие Technics. Итак, что такое селектор или можно еще назвать Hub? Сзади на устройстве мы видим 8 пар терминалов для подключения акустических кабелей. Слева спикер 1 и 2, справа амплифайер A и B. Суть в том, что сюда можно подключить две пары акустики и два усилителя, затем переключать их в необходимой комбинации в реальном времени. Зачем, спросите вы? Ну ладно, в шоурумах, к примеру, подобного рода устройства, причем порой очень дорогие, используются для сравнения в лоб, скажем, двух разных акустических систем. То есть в реальном времени вы подаете сигнал на усилитель и выдаёте на две пары акустики, поочередно переключаясь кнопки. Это куда эффективнее, чем перетыкать кабели, ведь короткую слуховую память никто не отменял. А здесь реле за долю секунды все решает. Далее, то же самое касается и усилителей. Хотите услышать разницу между двумя усилителями? Не вопрос, поочередно переключайте, соответственно, усилители, подключенные к блоку амплифайер A и B. Правда, придется заморочиться с одним и тем же источником звука на два усилителя. Да, чтобы не возникло вопросов, этот селектор как бы посредник между усилителями и акустикой. То есть, смотрите, к спикерам вы подключаете вашу акустику, а от амплифайер ведете кабель к усилителям. Надеюсь, понятно. Я подключил одну пару акустики и два усилителя. Зачем? Какое практическое применение дает этот селектор дома? Поясняю, в моем случае прежде всего удобство, ведь помимо стереосистемы, на которой я слушаю винил, за это у меня отвечает усилитель Сан Суи, я периодически люблю и кино посмотреть, а сын еще и в видеоигры играет, причем в 5.1. Ну и как несложно догадаться, происходит все через одну стереопару акустики на фронтах от Atano D500. Так вот, выбирая с помощью селектора амплифайер A или B, я выбираю источник сигнала на колонке, то есть либо с усилителя, либо с ресивера, не перетыкая при этом акустические кабели, и нет необходимости иметь две пары акустики. Удобно, а еще и красиво, ведь стрелочек дома у меня тоже нету. Что радует, они аналоговые, есть подстройка чувствительности, но имейте в виду, что крутить ручку подстройки стоит после того, как вы выставите громкость на вашем усилителе, ибо именно от громкости, разумеется, и зависит жизнедеятельность и поведение стрелочек. Питается эта штука от USB Type-C, 5 вольт 1 ампер, то есть можно запитать зарядкой от мобильника. Я же запитал вообще проводом от ПК, который расположен неподалеку. В комплекте идет лентяйка, которая включает и выключает селектор, выбирает усилитель или акустику. Также есть возможность регулировать уровень подсветки. Здесь у нас 4 режима. Теперь о цене. На данный момент селектор VU3 стоит чуть больше 8500 рублей, ибо сейчас скидки на Али в связи с грядущим 11 ноября, поэтому спешите. Собственно, и я поспешил с этим видео, чтобы скидки были еще актуальны. Да, с одной стороны, 8500 или округлимся до 9 без акции, это деньги, и, казалось бы, можно придумать самому селектор из кнопок, купленных в магазине. Больше скажу, я видел селекторы на том же Али, которые не требуют питания, но, правда, переключают только что-то одно, либо акустику, либо усилители. Так вот, стоит дешевле, да. Внутри, если же разобрать, увидите целую паутину из дешевых проводков. И... как-то доверие это не внушает, тем более, что аудиофилы еще и заморочатся с перепайкой этой паутины на дорогие кабели. Ведь у них дома стоят там Норд-Осты и так далее. Оно вам надо? Здесь готовое решение, и все просто. Я разобрал эту коробочку, заглянул внутрь, тут никакой паутины. Все построено на реле. Кто разбирается в схемотехнике, можете оценить, как внутри все устроено. Кстати, разобрал я этот селектор, чтобы вынуть стекла, защищающие стрелочки, ибо у меня экземпляр то ли прототип, то ли с дефектом. В общем, стекла, а точнее пластик, были сильно мутными. Я ребятам из Noob Sound написал об этом, они сказали, что это штука со старых запасов. Сейчас все хорошо у них. В принципе, почитав отзывы свежие, да, есть фото, где стекла чистые и прозрачные. Что из недостатков? Ограничение в 100 Вт. То есть больше он не выдержит. Однако это не значит, что нельзя подключать усилители и акустику с большей мощностью. Вы все равно дома аудиосистему и на 50 Вт раскачать не сможете. Наряд или соседи вас навестят раньше. Просто не включайте на всю катушку, и стрелочки останутся целыми. Да, интересно, что функцию селектора облагородили еще и стрелочками. Интересно получилось и симпатично. Вот что мне не совсем понятно, так это название сего устройства. Бренд Duke Audio, это понятно. Модель VU3, хорошо. Но что такое One Little Bear? Что в переводе означает один маленький медведь. Что из достоинств? В принципе, устройство можно и не включать. Во-первых, запоминается позиция реле, то есть последняя ваша настройка. Во-вторых, даже в выключенном состоянии сигнал идет на акустику. То есть, если стрелочки для вас не первостепенный украшатель системы, то можно устройство не включать вовсе. Только если надо переключить акустику или усилитель, то да, включаем, конфигурируем и опять же можно его выключить. Работать будет. И это, на мой взгляд, хорошо, что не надо постоянно держать устройство включено. Весит эта коробочка чуть больше одного килограмма. В принципе, качество сборки хорошее. Сколько он прослужит, поживем увидим. Мне однозначно пригодится в хозяйстве, собственно, поэтому я его и выбрал из ассортимента Noob Sound, ну и чтобы, конечно же, показать его вам. Поскольку периодически всплывают такие вопросы ко мне, мол, как ты подружил и ресивер, и усилитель с одной парой акустики? В общем, штука полезная. Своего рода как два тонарма на проигрывателе с разными головками, которые отличаются жанровостью. Здесь та же ситуация. Можете слушать поочередно две пары акустики с двух разных усилителей и разных источников. Но понятное дело, что селектор в этом случае не для минималистов, ведь кто-то считает, что акустика для музыки должна быть одна, а для кино совсем другая. Пожалуйста, селектор вам в помощь. Ну и разве что, если всегда мечтали о стрелочках, то да, пригодится. Они тут работают хорошо. Да, еще по поводу максимализма. У вас могут возникнуть трудности, если вы заядлый любитель кабелей с большим сечением и толстенных проводов. Во-первых, лопатки к селектору не подойдут. Только бананы будут удобны, и толстые кабели могут не поместиться. Я пока жду бананы от DAX, подключил просто зажав провода, что тоже не очень удобно. К тому же сечение 3,3 мм, как у меня, ну тут влезает прямо с натягом. Я к тому, что не выпендривайтесь толстыми аудиокабелями. Бывают случаи, когда можно об этом пожалеть. Подводя итоги, скажу, что вещь хорошая, полезная, исполнена отлично, но, конечно, нужна не всем. Поэтому, если все же вы тот, кому она пригодится, ссылки на покупку будут в описании под видео. Я себе оставил, пользуюсь уже более месяца, никаких нареканий. А стеклышки это мелочь, у меня некому тыкать пальцами в стрелочки, поэтому они в безопасности. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео, и обязательно делитесь вашим мнением в комментариях. Ну, конечно, самое главное, будьте здоровы! Счастливо!